так парни всем доброго дня это мы находимся за судаком 2 километра от судака автокемпинг вот она стояночка будто на море и вот мы поставим на всякий случай палаточку хотя нам не нужно будет наталья селена можете нам ручкой это у нас здесь вот так шатюрчик машины сделан пилку все такое вот она а это наше спальное место василина подвиньтесь тут конечно бардак да это мы только приехали с города тут разбираем пиво отдельно водка отдельно но не говорит сейчас мы по пилку пройдем пиво у нас черниговская и ялта сейчас будем дегустировать там все же гулевская стоит и пойдем купаться так вот так все выглядит да кстати кто соберется ехать сюда на отдых много видео написано но немного сказано запасайтесь топливом в россии выходе попадаете через мост в россию но вы еще находитесь точнее вы уже будете находиться бывшей украине топливо здесь по 50 рублей почти и амиду дизель практически также отличаются цены на топливо на бензина топлива на бензин вот мы поближе стояночка вот она кафешечка прогулочный катер банан таблетка все такое тут день берег но такая устраивая водичка чистая Возьмите, что машина, может быть, не тратите. Возьмите, что машина. Парни, тем, кому интересно, ставьте лайки. Так, и снова добрый день, отдых у нас продолжается, сняли мы свою накидочку, потому что дождик был, ветер сильный, на трубах, будем выравнивать, сходили на морскую охоту, это вот наша приспособность, то есть сачок, вот такой вот, штырь заточили, для чего? А вот для этого, вот там два краба у нас, вот они сейчас, отдыхать можно, замечательно, стояночка бесплатная, там вдалеке, нужду справлять, бесплатно тоже, в принципе, цивильненько можно, немножко машины разъехались, потому что дождик испугались, думали, наверное, что их намочит, но ничего, мы отдыхаем. Итак, парни, всем доброго дня, это у нас пятый день отдыха за судаком, дикарем, сегодня мы сделали, так скажем, марш-бросок, поехали, поглядели в сторону Алушты морское, рыбачье на морское, да, отдыхать, в принципе, неплохо, но там такие камни, булыжники, когда в воду ходят, это просто офигеть, очень-очень неудобно вообще, добежать, скажем так, до туалета тоже очень проблематично, далеко, рыбачьим все забито, как мухи друг на друге. В итоге мы сделали круг, 250 км через Симферополь, вернулись обратно, потому что они стали рисковать, жесть тормоза на этих перевалах, и обратно вернулись мы за судак. Вернулись обратно живут на свое место, стоим, не успели еще разложиться, вот здесь супик уже заготовили, как всегда пивко, и сейчас мы замачиваем шашлычок. Купили мы окорочка, замочили уксус, лавровый лист, соль, не знаем, что получится, хотим сейчас залить вот этим вином. Кстати, в Крыму сейчас вина нету, это просто винный напиток. Кто отдыхал в Украине, те должны знать, что было вино. Вина сейчас нет, забудьте. Вино сейчас только в фирменных магазинах, и то, что вы покупаете по 300 рублей за литр, это просто сделано из порошка. Вот взяли мы этот винный напиток, который сделан из порошка, его пить просто невозможно, от него изжога. Немножечко добавим шашлычок. Какой результат будет, неизвестно. После мы все расскажем. Продолжение следует. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи!